Киот в честь святых царственных срастотерпцев появился в роще на улице Балыковской по инициативе депутата городской думы Ивана Ситникова. Архитектурный объект представляет собой сооружение высотой 5 метров. На лицевой стороне размещена информация о самом памятнике, а на торце слова из песни Жанны Бечевской о последней царской семье. На самом памятном знаке установлены иконы святых царственных срастотерпцев. Я за образец взял киот, который был установлен во Владимирской области. Он и сейчас там стоит. Поэтому чертежи и размеры уже были. По-моему, он достаточно органично вписался в нашу местность. Но если бы были средства, можно было бы сделать и подлинное произведение искусства. Киот установлен на границе между Нижегородской областью и Мордовией, ранней Тамбовской губернией. В том месте, где была построена большая деревянная арка к приезду Николая II на торжества 30 июля 1903 года. Именно здесь состоялась знаменательная встреча последнего российского императора с представителями народов Поволжья. Кто такие представители? Ну я грубо скажу, это те же депутаты тех прежних времен. Депутатство было от крестьян, от рабочего люда, от приказчиков, от служивых людей. И хлебом солью встречали царя, представители народов Поволжья. Кто? Русские татары, мордовачи, чуваши, морийцы. Царю эта встреча очень понравилась. Он даже сделал запись в своем дорожном дневнике. Очень красивые были крестьянки и мордовки тоже. Памятник создан при участии представителей власти и саровских предприятий. Особый вклад в возведение архитектурного объекта внесла строительная компания «Саровинвест». Без таких икон, без плакатов он бы так красиво не заиграл. Поэтому я считаю, что «Саровинвест» внес свой безвозмездный вклад в украшение этого киота. За что им огромнейшее спасибо. И я думаю, что мы еще совместно продолжим благоустроиться прилегающей территории. В планах у Ивана Ситникова сделать вокруг киота прогулочные дорожки, поставить лавочки и посадить побольше деревьев. Подробнее об архитектурном объекте Иван Иванович рассказал в передаче «Исторические очерки». Посмотреть ее можно на нашем канале в Ютьюбе. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков.